Дневной разворот Сергей Федянин это начальник отдела транспортного надзора регионального министерства транспорта и Денис Пырлок гендиректор компании Киров пассажир автотранс повод для встречи с ними в частности информация появившаяся на днях в СМИ там странное такое немножко сообщение без указания фамилии и имен говорится о том что некий кировский предприниматель обратился в федеральное министерство транспорта с просьбой навести порядок на рынке пассажирских перевозок такси да насколько я понимаю Речь идет только о такси или речь идет и о массовых пассажирских перевозках но я думаю что мы выясним сегодня в процессе эфира тему эту мы уже поднимали Поднимаем и еще думаю будем поднимать потому что действительно легальные официальные перевозчики очень недовольны и негодуют по поводу того что им конкуренцию составляют те люди у которых нет никаких разрешений Владимир дело не только в конкуренции дело в безопасности пассажиров прежде всего потому что нелегальные перевозчики не несут ответственности за тех людей за их жизнь за их здоровье которых они перевозят Безусловно тут много вопросов ну и первый час наша тема пожалуйста наша тема фестиваль семейного бизнеса который стартует в Кирове завтра у нас здесь сейчас четыре человека в студии четыре гостя мы их по порядку будем представлять Екатерина Гасанова генеральный директор кировского центра инноваций добрый день Добрый день я так понимаю что центр инноваций как раз да явился организатором фестиваля Екатерина Матанцева учредитель компании МИКО и основатель бренда Екатерина добрый день Добрый день Светлана Скрябина руководитель компании МИКО здравствуйте Добрый день здравствуйте и Дмитрий Лоботин руководитель рекламного агентства формат сети Дмитрий как мы выяснили незадолго до эфира является партнером фестиваля я так понимаю в качестве эксперта будет выступать здравствуйте Да, добрый день. Добрый день. Мероприятие у нас стартует завтра в 10 утра в ЦУМе, сразу же скажем. Изначально я увидел информацию на сайте городской администрации, там речь шла о бизнес-центре «Кристалл», но перенесли. Да, в последнее время площадка поменялась по независимым от нас причинам. А вот интересно, кстати, я в ЦУМе после ремонта вот такого масштабного не была. Там есть какие-то площади специально для проведения бизнес-мероприятий обучающих? В этом этаже, там можно подняться либо по лесенкам, либо на лифте, и там такое огромное пространство, где можно проводить подобные мероприятия. Это этаж ЦУМа. Итак, давайте начнем с целей, с задач проведения мероприятия, что там заложено, что за суть, впервые ли он проходит, на кого ориентирован, давайте все эти организационные моменты озвучим. Хорошо, ну для начала хотелось бы напомнить, что Центр инновации – это муниципальное учреждение, которое уже 10 лет работает в городе Кирове, организовано администрацией города для поддержки развития предпринимательства. В основном это микро- и малый бизнес. И, конечно же, ежегодно мы проводим подобные мероприятия для предпринимателей. Каждый год это разные темы. Два года назад это был форум «Идея развития и поддержка для начинающего бизнеса, для молодежи». В прошлом году у нас прошел фестиваль «Бизнес на каблуках», бизнес по-женски, да, для женщин. Также у нас городской форум в прошлом году прошел для малого бизнеса, о возможностях его развития в нашем городе. Ну а в этом году мы тоже долго думали, что такое придумать. И посмотрели, у нас действительно очень много семей, которые ведут совместный бизнес. Это и родители с детьми, это и мужья и жены, братья и сестры. И вот посмотреть изнутри на это тоже очень хочется, потому что сразу скажу, что завтра среди выступающих экспертов будут мнения не все положительные, что это действительно хорошо и замечательно. Будут мнения и вот такие негативные. Ну, есть примеры, конечно. Это вполне очевидно. Многие психологи советуют, нельзя человека видеть 2-4 часа в сутки. Ну, кроме того, да, приносишь с работы все проблемы домой, да, продолжается дома обсуждение, не получается. Надо отдыхать друг от друга немножко. Мы спросим, между прочим, маму и дочь, как начать вот этого. Ну, мама и дочь еще ладно, а вот когда муж с женой постоянно вместе, я вот, я вообще вот прямо... Вы против? Я не против, я себя на это место поставить не могу, я бы не смогла так. Кстати, мой муж и папа Екатерина тоже работают в нашей компании. А в нашей эко-сфере очень много бизнесов, где как раз муж и жена занимаются эко-магазином или эко-производством. Потому что, видимо, экология, эти темы, они одни из тех, которые сближают общие интересы, общие интересы и общие ценности. Да, безусловно. Цель, характер этого мероприятия. Образовательное, поделиться друг другом опытом каким-то. В чем суть основная? Или показать всему обществу, вот смотрите, есть семейный бизнес, вы можете работать точно так же. Да, показать плюсы и минусы семейного бизнеса для тех, кто еще думает открыть бизнес или думает делать ли бизнес с членами семьи. Ну, конечно же, популяризация предпринимательской деятельности. Это тоже одна из наших целей. Ну, и общение предпринимателей у нас в качестве экспертов выступают, помимо присутствующих здесь, известные бизнес-семьи города. Это Сергей Александр Порцов и группа компании «Норма». Светлана Чешуина, Виктория Хрусталева, бизнес и право компания. Затем Екатерина Орешкович, Яков Терехов, Оксана Лихачева выступит с мастер-классом. Вот, еще у нас запланированы, конечно же, площадки, зоны презентационные от партнеров фестиваля. С каждой компанией может себя представить, да? Да, конечно, может представить, своего консультанта поставить, выложить свою продукцию. Вот, ну и в конце, конечно, у нас лотерея от партнеров фестиваля. Уже очень много предоставлено различных призов на лотерею, поэтому всех ждем с визитками. Визитки собираем на входе. Визитки, в смысле, личные? Да, и в конце у нас визитки будут в барабане, и в конце будет лотерея по визиточкам. Слушайте, а если нет у человека визитки? Ну, я думаю, быстренько можно что-то сделать. Взять бумажку. Взять на рискование ставить. Да, еще вопрос. Думаю, что нет. Чем можно удивить бизнесменов? Что за лотерея такая? Что вы будете разыгрывать? У нас считается, что предприниматели, люди, в основном, обеспеченные. Какие-то материальные ценности им разыгрывать как-то, наверное... Обеспеченные люди тоже любят призов. Тоже любят призов. Да, как раз любят всех. Да, абсолютно верно. Так, я просто не могу не задать этот вопрос. Вот вы сейчас перечислили несколько имен тех, кто будет участвовать. А как же такие всенародные известные бренды, как Курагины, Березины и так далее? Слотины. Слотины. Мироновы. Мастодонты, так скажем. Ну, это уже какие-то из них... Это уже средний бизнес, немножко другой уровень. Здесь у нас все-таки малый бизнес больше присутствует. Вот. Ну, в первую очередь разговаривали со многими, но не все из предпринимателей, они готовы выступить по разным причинам. Вот. Поэтому у нас вот такая программа. Ясно. Собственно, и вы, Екатерина Светлана, вы тоже будете в качестве выступающих. Да. Да? Чем вы будете делиться? Поделитесь сейчас с нами. Тема выступления, просто озвучу, звучит так. Семейные ценности, как залог успешного бизнеса. Светлана, с чем вы будете выступать перед коллегами? Ну, выступать, естественно, будем о том, как порой сложно вести бизнес, да? И как хорошо вести бизнес. Вы можете рассказывать историю свою, да? Своего семейного бизнеса. Конечно, конечно. Потому что... С чего начиналось? Все начиналось с того, что для нас и для меня, и для Екатерины всегда очень важно было, чтобы вокруг было безопасно, комфортно, чисто. И мой, например, папа, участник войны, да, они жили в частном доме, и никогда не было отходов. То есть в то время были бутылки молока, сверху крышечка, все это разделялось. То, что сжигалось, сжигалось. То, что могло перейти, просто сгнить, условно говоря, стать компостом, да, трава, там еще что-то, все это... В перегной? В перегной шло. Поэтому отходов практически не было. И вот мы воспитывались именно таким образом. Екатерина всегда, у нее подруги, она сама, наверное, может за себя сказать, еще в школе, да, они выходят из автобуса, девчонки бросают билетик, она говорит, девочки, ну вы что, нельзя же так. То есть вот чувство желания, чтобы сохранить чистоту, красоту, оно было всегда в нас. Вот эти ценности, наверное, и помогли Екатерине принять решение, чтобы создать бизнес. Об этом она может сказать сама, потому что это ее идея. Екатерина, скажите сама, неужели за все детство вы там не накосячили, извините, не сломали ни одной травинки, не загубили купы ухи? На самом деле в субботу будет даже фестиваль «Чистые игры», и наша компания будет там принимать участие, я вспомнила, как я в детстве в том числе прибирала участки на улице, потому что действительно было очень грязно в 90-е годы. Но я хотела бы рассказать завтра на мероприятии, в первую очередь о том, что действительно поддерживают. У каждого предпринимателя, у бизнес-леди есть периоды спать, да, когда хочется, чтобы тебя кто-то поддержал. Возьмите меня на ручки, это называется. Тебя? Нет, нет. Возьмите меня ощущение, что мир злой, что он агрессивный, и у нас в том числе мы работаем на федеральном уровне как бренд, мы продаем косметику в Москве, в странах СНГ, это не просто кировский бизнес. И действительно там есть акулы, которые просто производят косметику, которая написана, что натуральная. А мы действительно натуральны, мы действительно экологичны. И бывает такое, что, например, жюри в конкурсах выбирают не экологичный бренд, и нам обидно, потому что мы знаем, что там много обмана, да. И когда ты приходишь... Называется гринвошинг, да. Ну, гринвошинг, да. И получается, что когда ты приезжаешь там с мероприятий из Москвы, и приходишь такой, ну, девочки, как так можно, представляете, там выбрали просто у того, кого больше денег, а не тот, кто правда производит экологичный натуральный продукт и работающий, да, на коже, вот. То получается, что дома как раз тебя ждёт семья, которая поддерживает и говорит, зато мы делаем то, что нам важно, зато мы делаем ценности, реализуем их. Представляете, какая удача человеку не просто производить что-то, а делать то, что его вдохновляет, радует, то, что его изнутри впечатляет, заряжает сотрудников, да, и в том числе заряжает родителей, да, в своё время вот эта идея. И получается, что действительно у нас нет такого, что там ты был неправ, мы знаем, что мы делаем какое-то важное дело, большое дело для страны, вот, и мы друг друга поддерживаем. Если у меня падение, у мамы в этот период может быть взлёт, да, мы в некоторых вопросах взаимозаменяемы, вот, и таким образом получается очень хорошая работа, вы заметили, что то была я руководителем, а то сейчас мама руководителем. Бизнес растёт, бизнес меняется, мы тоже меняемся в связи с этим, и в семейном бизнесе как раз можно найти вот ту самую энергию. Вам кажется, что видеться и вечером, и днём, да, это тяжело, но на самом деле здесь очень много ресурсов, когда вы знаете особенности друг друга, сильные стороны друг друга. То есть мама меня никогда не будет заставлять делать то, что мне тяжело. Она возьмёт это на себя, потому что у неё это сильнее развито. И то, что я вижу маме, например, тяжело, да, с цифрами, я больше математик. У меня чисто гуманитарное образование, у Екатерины социально-экономический факультет. И мама иногда такая, я это посмотрю, я такая, мама, не надо, не надо, я это сделаю. Не надо, будет хуже, давай я помогу. Хорошо, у нас сейчас небольшая пауза, да, Эдин? Давай прервёмся. Да, после к Дмитрию обратимся. Давай ещё раз перечислим всех наших гостей. Екатерина Гасанова, генеральный директор Кировского центра инноваций, Екатерина Маттанцева, учредитель компании МИКО, основатель бренда, Светлана Скорякова, Рябина, руководитель компании МИКО, и Дмитрий Лоботин, руководитель рекламного агентства Формат Сити, один из партнёров фестиваля семейного бизнеса, который пройдёт в Кирове завтра. Ну давай как раз у Дмитрия поинтересуемся про его роль в этом во всём мероприятии, который, напоминаю, стартует завтра на пятом этаже от Сумы в 10 утра. Вы каким боком, Дмитрий? Потому что по-простому. По-простому, безусловно. Значит, где-то в мае месяце, в июне Екатерина позвонила мне, значит, предложила поддержать мероприятие, семейный бизнес. Для меня так сразу картинка возникла. Что такое семейный бизнес-то вообще? Какая-то Инстаграм история, когда там мыло варят, продают через Инстаграм там или крючком шерстяные какие-то, не знаю, носочки детские или что. Там всё оказалось-то много. Мама вяжет, дети продают. Папа перевозит всё это всё, да. Переносит в сумки скорее. Но оказалось, то есть такая серьёзная история. Ну, в общем-то, надо начать, наверное, с того, что мы с Центром инноваций где-то, наверное, года два уже, да, как-то дружим, знакомы, в общем-то, сотрудничаем. Вы в предыдущих мероприятиях Центра тоже принимали участие, да? Или вы как-то помощь друг другу оказали? Компания, где Дмитрий всегда принимает участие, либо в качестве даже просто участников мероприятий, либо поддерживают. То есть в этом случае, то есть в завтрашнем мероприятии мы, наверное, вот в таком, в такой широте канала, наверное, впервые будем принимать участие. Ну, в чём ваша роль непосредственно заключается? Наша роль применима к этому фестивалю. Начиная с того, что, в общем-то, мы и помогаем, значит, информационными какими-то нашими ресурсами, вот, подготовили очень серьезный, ну, на наш взгляд, серьезный, вот вы говорите, чем бы там удивить бизнеса, бизнесменов, да? Вот мы от нас подготовили сертификат на 40 тысяч рублей, не знаю, много это или мало, но там на нашем рынке в среднем 30-50 тысяч рублей, то есть, ну, какая-то маломальская рекламная компания, чтобы о тебе там, ну, где-то услышали, ну, по какому-то каналу. Это где рекламная компания? Мемем, радио, телевидение, чат, интернет? Наши ресурсы – это наружка, наши ресурсы – это, да, это сети-формат, это остановки общественного транспорта, которые вот сейчас, значит, обустроены рекламными носителями. Ну, не все, конечно. Не все, но вот эти новые, которые ставятся. То есть у вас, получается, такие малые формы наружной рекламы, если вот так понятным языком выражаться? Ну, наши основные три кита, конечно. Это наружка, это наша, как бы, сеть рекламных конструкций, сети-формата, это 66, где-то 67, наверное, процентов рынка. Это цех по производству пластиковых карт, что тоже может интересно быть там любому, хоть малому, хоть среднему, хоть какому бизнесу с точки зрения этого привлечения, удержания. Вот. И, значит, цех по производству светодиодных экранов и, значит, различных там светодиодных табло. Вот, в частности, мы ставим светодиодные интересные пилоны, вместо промоутера он у нас будет там стоять и про нас рассказывать и работать. Ну, и помогать, в общем-то, клиентам, и, вернее, партнерам мероприятия, тоже можно какую-то информацию на нем, в общем-то, огласить для посетителей. Угу. А у Дмитрия мы в перерыве выяснили такое тоже, как я его спросила, говорю, Дмитрий, у вас семейный бизнес, Дмитрий говорит, ну, как сказать, семья поддерживает. То есть, семья не против, что я хожу туда. Да, семья не против, что я хожу туда и поздно возвращаюсь оттуда. То есть, отчасти тоже семейный. А мне кажется, мне всегда почему-то казалось, что бизнес это такая вот вещь, в которую семья так или иначе вовлечена, даже если активного участия в работе не принимает, но все равно тому поддерживает и какие-то дополнительные обязанности, может быть, на себя берет, да? Нет, ну, камешек брошенный в воду, он круги, и на воде возникает от этого. Поэтому, конечно, безусловно, семья ощущает все, что происходит, как сказать, на работе. То есть, Дмитрий будет кого-то из победителей, да, или лотереи, или из участников лотереи, кого-то будет, будете вы, ваше агентство будет поддерживать информационно, на раскрутку, да? Ну, да, мы готовы к этому, конечно. Екатерина, я обращаюсь к Екатерине Гасановой, руководителям Центра инноваций Кировского. Вы, что касается этого мероприятия, какие-то практические цели ставите? Ну, для того, чтобы организовать несколько новых семейных бизнесов по итогам или там в перспективе, или познакомить между собой эти кланы семейные, чтобы они поделились опытом и вышли, возможно, на новый уровень. То есть, я говорю то, о чем можно пощупать, о каких-то конкретных результатах? Ну, придут, они познакомятся, ну, хотя, по большому счету, многие знакомы между собой, да? Но их, как всегда, несколько. Это и знакомство, хотя у нас, да, бизнес действительно активный, он участвует во многих бизнес-мероприятиях, многие знакомы, но вот я вот только сейчас заметила, что, оказывается, Дмитрий не знаком с представителями, руководителями компаний МИКО, да, познакомились. Если бы я знала раньше, я бы представила. Вот, поэтому еще раз знакомство, потому что очень часто завязываются деловые контакты здесь, и бизнес выходит на новый уровень, вот. Ну и, конечно, поспособствовать открытию новых бизнесов, в том числе и семейных. А как быть с конкуренцией в семейном бизнесе? У нас для Кирова вообще эта тема актуальна. Я имею в виду, когда семьи, родственники, предприниматели занимаются, ну, одним и тем же или немножко, или в принципе одним и тем же, и между собой как-то вот терочки такие. На самом деле, то, что мы видим на рынке России, поскольку мы производим продукцию, а есть многие семейные компании, которые продают косметику в интернет или создают на маленькие магазины, и мы видим как раз конкуренцию на нашем рынке. Программы господдержки с 2010 года, которые были, они действительно помогли и нашему бизнесу, и другим бизнесам стартовать. И получается, что если в то время была хорошая поддержка, а потом многие стали в том числе, вот эта волна пошла дальше, как круги, и получилось, что и сейчас в том числе некоторые предприниматели создают бизнесы, те бизнесы, куда не надо много вложений. Например, продукцию, да, чтобы открыть магазин, можно взять в рассрочку. Магазин можно взять там на кредит, который обычному потребителю дадут, и таким образом вложения небольшие. Но многие предприниматели, они просчитывают емкость рынка, и получается, что в этом магазине, магазин натуральной косметики, рядом в магазине, магазин натуральной косметики, а емкость рынка всего 2%. То есть места хватает, в общем-то. И будет, ну, маленький, наоборот, маленький очень рынок, не 100% населения покупает эту продукцию. То есть человек, если бы проанализировал заранее, я так понимаю, Екатерина Абатырина, он бы не стал открывать в этом месте. Может быть, он перейдет бы на два квартала дальше, там еще куда-то. И таким образом мы видим перераспределение по нашей продукции, что регион в целом растет в продажах, но конкретно у этого магазина стало меньше, у этого чуть-чуть добавилось. И один магазин уходит сначала с рынка, потому что не может выдержать конкуренцию. Потом второй тоже уходит. Они в результате друг у друга перекрывают вот эту аудиторию. Точно так же, я извиняюсь, там, например, секс-шоп на улице Ленина, да. Тут был и тут был. Они закрылись. Цветочный магазин тоже на Ленина. И в этом доме, и в этом доме, и в этом доме. А я вот прошу починить, да. И получается, что со временем они друг у друга отбирают клиентов, и никому не хватает. Не этим, чтобы выживать, не этим, чтобы выживать. Все на бизнес звучало, например, пять пекарен на перекрестке Блюхер и Ленина, по-моему, да. Как все подробности? Нет, ну, знаете, статистика, это ведь простая достаточно подхода. Ну, а люди не думают. Я в одно место. То есть мне, как потребителю, мне вообще тяжело вообще встать с дивана, вообще любого человека сейчас заставить встать с дивана тяжело. Если он уже куда-то поехал, то он приехал в одну точку, где там три-четыре смежных бизнеса представлены, он обошел все магазины, скорее всего. И выбрал то, что там, ну, по каким-то критериям. Там цена, качество, там, не знаю, еще что. Это логика. Либо он уже просто устал, и все. Поэтому говорить, что кто-то от кого-то отбирает, ну, можно с достаточной погрешностью. Наоборот, помогает, я бы сказал. Ну, я просто это вижу в своем бизнесе, я не могу говорить про другие, но я это четко вижу тенденцию трех лет. Вы говорите тенденцию, которая характерна для больших торговых центров. Там действительно стоят рядышком все бренды, которые занимаются, например, продажей женской одежды, да, мужской одежды, потому что действительно потребители. Ювелирные магазины. Да, приходит большой торговый центр, он закупается сразу на сезон, например, да, ему удобнее так, он делает выбор, и поток большой достаточно. Но когда это маленькие магазинчики, да, человек, который приходит в маленький магазинчик, он по своему психологическому типу, он не будет проходить десять. Он обычно привязан конкретно к какому-то месту, к какому-то продавцу. То есть для него очень часто важно именно обслуживание, как его обслуживают, понимаете? То есть вот здесь в результате получается так, что выигрывает тот магазин, да, где более качественное обслуживание, где более качественная продукция. Кто подобрал там ключик к каждому клиенту, личный контакт установил. Да, 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 кто нашел ключик и клиент начинает быть очень лояльным к этому бренду. И тогда этот магазинчик конкретный, он развивается, эта пекарня конкретная развивается, а остальные начинают потихонечку укасать. И будет сразу. Я, безусловно, смотрю со своей колокольни, потому что мы часто там общаемся на эту тему там с бизнесами, и вот, в общем-то, роль рекламного агентства, она заканчивается ровно в тот момент, когда наша задача довести человека до дверей. Абсолютно верно. Все. То есть на этом наша работа закончилась. Если он открыл эту дверь и видит, значит, играющих в телефон продавцов, если он видит, что завышенная стоимость товара и там, ну не знаю, качество товара низкое, продавщицы там изо рта пахнет там, ну не знаю, что угодно может быть. Увы, но мы за это не отвечаем. Но продажа-то у вас не состоялась. Конечно, конечно. Абсолютно правы. И нам говорят, ну слушайте, ваша реклама не отработала, у нас не купили. То есть мы говорим, подождите, давайте разбираться. А к вам пришли? Да, пришли, пришли, но не купили. Тут вопрос уже в конверсии, действительно, что задача руководителя, я всегда говорю, нагонять трафик в свой бизнес, а уже продавцы они должны конвертировать. То есть реклама сработала, тут уже задача руководителя уже бизнеса, это процессов внутренних, которые там должны как-то быть построены. Я думаю, сейчас у нас вот такой формат разговора, он уже как-то приближен к завтрашнему мероприятию. Примерно так. Разогреваемся. Только не разогреваемся. У нас время рекламы небольшое подошло. О городском фестивале семейного бизнеса, мы говорим, который пройдет завтра. На пятом этаже это сумма, начало в 10 утра. Продолжим через 2 минуты. Скорее поговорим, кто может заявляться, кто может прийти туда, послушать, на кого, собственно, рассчитано. Про участников мы уже поняли. Да, после рекламы. Продолжаем нашу беседу. Городской фестиваль «Семейный бизнес». Давайте сразу продолжим по организационным моментам. Екатерина Анатольевна, кто может заявляться? Ну, понятно, в первую очередь представитель семейного бизнеса. Простые люди и простые предприниматели могут попасть? Могут попасть, да, и предприниматели, и те, кто интересуются этой темой, и просто жители нашего города. Регистрироваться нужно предварительно, да? Желательно, конечно, зарегистрироваться. У нас в нашей группе ВКонтакте, Центр инноваций Киров, есть ссылка на регистрацию. На форум регистрации. Даже если кто-то не успеет зарегистрироваться, либо не найдет, мы всех приглашаем, всех ждем. Завтра в 10 все начинается, а в 9.30, насколько я понимаю, уже можно подходить? Да, в 9.30 уже будет открыто все. Будут работать зоны для партнеров и приветственный кофе. Но если с утра человек не может к этому времени, к 9.30, если он подойдет в полдень, в 2 часа дня, он не выпадет из, собственно, всего, он поймет, что происходит? Ну, конечно, что-то он... Разбито будет? Что-то он уже пропустит. Да, по времени, конечно же, будет разбито. Здесь у нас запланировано 3 мастер-класса. Это, как я уже говорила, мастер-класс от Екатерины Орешкович. Баланс семьи и работы. Мастер-класс от Оксаны Лихачевой, как разграничить полномочия в семье и на работе. Как, сделать мужа под каблучником, что ли? Нет. Володя. А вот вы приходите и узнаете, про что это будет. И мастер-класс профессионального психолога Елизаветы Пемы, как решить конфликты внутри семьи и внутри бизнеса. Вот три таких мастер-класса здесь запланированы. Программа сегодня во второй половине дня тоже будет в открытом доступе. Там будет уже время. Вконтакте и на сайте Центра инновации. На сайте, на нашем тоже выложим. Сайт Иннов Киров. И наша группа Вконтакте, напоминаю, Центр инновации Киров. И история успеха от известных бизнес-семей города. Компания МИКО здесь присутствует. Мы уже говорили о истории успеха семейной ценности как залог успешного бизнеса. История успеха семьи Борцовых и Чешуина, Светлана и Виктория Хрусталёва. То есть здесь передача... Норма и бизнес-права. Да, передача бизнеса от родителей к детям. То есть от матери к дочери, от отца к сыну. Со скольки лет ребёнка в бизнес вовлекать-то? Ну вообще, по оценкам экспертов, дети должны с детского сада знать, что такое бизнес и что такое предпринимательство. То есть им вместо сказок на ночь какие-то книги читать в профильной программе? Баланс, баланс читайте. Капитал Карла Маркса. У меня, например, Алёша в 4 года рассказывал, что такое деньги. То есть он рассказывал, как передаются деньги, когда мы покупаем банан, и как же эта женщина-продавец потом покупает наше мыло в магазине, и эти деньги возвращаются к месту. Круговорот. Да, и в том числе про экологические моменты он мне рассказывал. Почему важно выключать воду, когда чистишь зубы. То есть он всё равно, ребёнок вовлекается в семейный бизнес с детства. Но это у вас просто бизнес такой, который прям вот ребёнку очень понятен. Мне кажется, есть некоторые сегменты, которые ребёнку 5-6 лет сложно объяснить. Так, ну то есть, вот да, передача бизнеса от родителей к детям. Да, также будет история успеха от семьи Светланы и Сергея Кривошейных. У них несколько направлений бизнеса, и история успеха будет на тему, как построить бизнес и не развестись. Тоже, я думаю, очень интересно. Как сделать ремонт и не развестись, как построить бизнес и не развестись. Можно подставлять что угодно. Вот, и вот так, чтобы закончить, чтобы ещё немножечко вот тему бизнеса разбавить, у нас будет мастер-класс от стилиста. Присутствовать могут все, и женщины, и мужчины. И параллельно будут проходить управленческие поединки. Ой, а это что такое? Ну, вот это такая бизнес-игра. Тоже очень интересная. Так как мы ограничены по времени, то она будет занимать не так много, как должно быть. Но хотя бы просто посмотреть что-то такое, то, я думаю, можно прийти ради этого даже. Но это ведь не дуэль будет, нет? А то вчера в госдуме уже... Нет, нет, я понизлежу. Нет, это не дуэль, нет. А как это будет выглядеть? То есть это какие-то... Они будут знаниями, я так понимаю, делиться? Да, знаниями, интеллектом, да. Но при этом должно быть жюри, видимо. Самая умная семья Кирова. Будем завтра определяться, да? Давайте мы завтра посмотрим, как это будет проходить, потому что это немножко новый формат для нашего города. И уже будем потом делать выводы, что это такое. Анна спрашивала, вы в перерыве голодными не оставите гостей, участников? Ну, сразу скажу, что обед, конечно же, не запланирован. Будет приветственный кофе и еще два кофе-брейка. Ну, перекусить, то есть можно будет, да, кофе-брейком? Да, печеньки, булочки, конфетки, это все будет, да, для тех, кто без этого жить не может. Ну, а если кто совсем вот прямо так захочет полноценно пообедать, есть четвертый этаж, сумма, можно ненадолго спуститься. То есть перерыв на обед предусмотрен? Обедать вернуться. Небольшой. На обед нет, только на кофе-брейке. Ну, и полчаса назад, перед началом нашей беседы в эфире, я вас озадачил возрастным ограничением, все-таки, наверное, нужно указать. Ну, мы спорили, конечно, здесь долго обсуждали, это, я думаю, все-таки 6+. 6+. В этом возрасте ребенок уже... То есть вам, Екатерина, с сыном, в принципе, можно. Да, можно, да. В бизнес может быть вовлечен. Да. Знаете, мне что хотелось бы еще услышать? А можно, Владимир, я скажу, с какого времени был вовлечен наш Алексей? Алексей, это внук и сын. Это внук и сын, да. Мы ездили на выставку Интершарм, когда начинали бизнес. Леша было где-то полтора года, и мы ходили втроем. Ну, как ходили? Вначале ходила Екатерина, общалась с поставщиками на иностранном языке, потому что она владеет иностранным языком гораздо лучше, чем я. Я в это время с Алешей ходила, просто смотрела. Печеньки на стендах кушали. Потом, соответственно, Екатерина ходила с Алексеем. Не знаю, они, наверное, там уже чай пили или еще что-то. В это время я общалась, соответственно, с теми людьми, которые были интересны мне. Зато иностранные партнеры нас очень хорошо помнят, даже когда им спустя год писал, а, это Екатерина, сын. Да, 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 вот там Алексей был еще, Алексей. Поэтому с какого возраста вовлекать ребенка? Так что, действительно, очень часто женщины в декрете начинают бизнес, поэтому, может быть, женщины и с малышами могут прийти, если не с кем оставить. Я думаю, что если малыш спокойно может сидеть, не отвлекать других слушателей, то вполне можно послушать идеи. Потому что часто вот мне, например, муж дал первый взнос на бизнес. То есть старт был тоже в семье. А вообще, на самом деле, ведь это вот очень часто происходит. Я сейчас смотрю, обращаю внимание, девушка выходит в отпуск по уходу за ребенком, начинает задумываться о том, что, может быть, мне как-то вот сейчас как-то себя занять или перестроить вообще свою жизнь. И вот многие бизнесы, молодые, маленькие бизнесы, они рождаются именно так, вот пока мама в декрете. Да, вы абсолютно, Анна, правы, потому что в этот период женщина пересматривает ценности, и у нее появляются новые интересы. Свободное время, да, появляется. За время декретного отпуска она иногда успевает какое-то хобби освоить так хорошо, что это становится, может быть, вообще реальной темой для бизнеса. А потом, конечно, самое главное значение этих мероприятий это знакомство с другими людьми, это обмен идеями. То есть до этого, может быть, у тебя не было идеи о создании бизнеса. Ты послышал, у тебя что-то вдохновило. Что-то еще было. Ну, я не говорю создать конкурентный бизнес, как мы уже говорили, да? Но вот что-то тебя вдохновило вот в этом, да? Что женщина нашла свое дело, и ты, может быть, на своем тоже сможешь заработать. Так, а вот у нас остается 4 минуты. Мне бы хотелось очень услышать вас как представитель семейного бизнеса. Назовите мне несколько вот явных плюсов бизнеса семейного. Явных минусов, потому что они тоже есть, психологических каких-то. Явные плюсы, на мой взгляд, это ты понимаешь, когда человек, ты знаешь, как его, как облупленного, да? Ты знаешь, что у него в голове. И ты его любишь. Да, а с другой стороны, да, и ты его любишь. А с другой стороны... Это самое надежное, да? Да, а с другой стороны, ты к нему очень привык. В общем, ты в зоне комфорта таком находишься, и особо вроде как ничего нового там уже человека не ждешь. Да, вот назовите, пожалуйста. Если из плюсов, то это, конечно же, поддержка, даже в сложные времена. Это не партнер, который будет говорить, ты ошибся, я деньги недополучил. У тебя в семейном бизнесе есть что-то больше, чем деньги. Это всегда. Из таких минусов, это, наверное, в том числе, то, что ты можешь не соблюдать иерархию. То есть, когда мы в бизнесе, мы с мамой, мы не мама с дочкой. Я деловой партнер, который может что-то строго сказать, не всегда может быть это этично. Или мама мне может что-то сказать, и мне будет нам... Или что-то из детства сказать, например, Катя, ты помнишь, в детстве этого там боялась. И я такая, а зачем мой секрет самый тайный перед сотрудниками? То есть, есть какие-то моменты, которые, конечно, они не так заметны, и их можно, в принципе, переболеть, но они тоже присутствуют. И с семьей нельзя развестись. То есть, можно с партнером выкупить его долю, то с родителями ты же навсегда будешь вместе. У нас в том числе был период, но я думала, что пройдёт год, родители меня простят. И у родителей точно так же. Ну, Катя там перебеснуется, и как бы успокоится, придёт, попросит прощения. То есть, конечно, в любой семье, в любом бизнесе в том числе, есть свои истории успеха, свои печали, но это не должно останавливать от того, чтобы это не делать. Я хочу сказать ещё об одном моменте. То есть, когда бизнес выходит на уровень уже достаточно успешного, люди начинают замечать, условно говоря, что человек выходит на другой уровень финансового обеспечения. Но когда человек начинает бизнес, то есть, всё в одну копилку вроде бы, когда уже всё на высоте мы, то есть, всё хорошо, всё замечательно, никуда деньги на сторону не ушли. Но когда ты создаёшь бизнес, ты достаёшь из одного кармана. И хорошо, что в тот период, когда мы начинали бизнес, у Екатерины муж работал в другой сфере абсолютно. У меня муж в то время ещё помогал нам, но ещё где-то у него был дополнительный заработок. Иначе было бы вообще... Было несколько источников. Да, когда вот муж с женой, родители действительно первое время в бизнесе были, муж с женой, они зависели только от компании. То есть, меня если мог кормить муж, то родители, они жили только за счёт компании, а на первых этапах это было тяжело финансово. Полгода мы практически ничего не получали, потому что производственный бизнес – это... Ну, вложение, вложение, вложение. Оборудование, да. Зарплату сотрудникам ты в первую очередь всё равно выдаёшь потом уже себе. Сертификация, исследование продукта, то есть оборудование, покупка, да, то есть достаточно длинный процесс, пока ты не делаешь. Поэтому, конечно, лучше, когда есть какой-то внешний ещё источник вливания в семью на первых этапах. Слушайте, знаете, о чём я хочу спросить? Вообще известно, что в обществе достаточно такое противоречивое мнение к семейным бизнесам, которые считаются семейными, где явно представители старшего поколения, они вот всё создали, они создали эту империю, а дети уже приходят вроде как на всё готовенькое, и к ним отношение уже такое, ну чё ты, тебе просто повезло, ты просто родился в этой семье. Вот это бизнес тоже. Тут, наверное, уже родитель, он сам смотрит. Хотел бы он своего ребёнка провести в этот бизнес, тогда надо постепенно передавать дела. То есть я не знаю, насколько у меня получится привлечь сына к этому бизнесу, мне бы, конечно, хотелось, но я уже ему говорю, следующее лето ты будешь работать у меня вот на этом участке. То есть тебе надо посмотреть все участки, заготавливать будешь травы, например, склад готовой продукции, упаковку, потому что, чтобы стать руководителем в будущем, тебе надо снизу узнать, как делается процесс. Потому что, когда я начинала, я делала всё снизу, с нуля. И когда, вот я вижу некоторых предпринимателей, да, у них крупные заводы, но детей они не вовлекают, они очень много с утра до вечера заняты на работе. А ребёнок, он, по сути, не видит ни отцовской любви, ни заботы, ни внимания, ни интереса, не рассказывает ему. И я за собой заметила, когда у меня сын ничего не рассказывает про школу, я ему стала рассказывать, что у меня было на работе сегодня. Я была там на радиоэфире, я ездила с партнёрами, они теперь будут покупать нашу продукцию в такой-то город. И он стал спрашивать, он стал интересоваться, говорить, мама, а вот там вот, а вот в каких городах у нас карта на работе висит? А вот в этом городе почему нас нет? Я говорю, ну, тётя Света договорится, и мы будем. И у него уже интерес к бизнесу есть, он уже хочет попробовать. Мама, а я на роликах катался, я письма передавал от секретаря к менеджеру по продажам, я работал. Я такая, молодец. Курьером. Сегодня, да, 15 минут был курьером. Ясно. Подытожим, завтра, завтра в 10 часов фестиваль семейного бизнеса в ЦУМе на пятом этаже. Приглашаются все, и те, у кого уже есть готовый бизнес, и те ещё, кто только задумывается о нём, да. Я так понимаю, что будет несколько полезных мастер-классов, в том числе мастер-класс по психологии. Будут рассказывать о том, как это вообще выстроить отношения в семье и на работе, чтобы семья не развалилась. Ладно, бог с ним, с бизнесом, чтобы семья не развалилась. Фестиваль семейный бизнес. Спасибо большое. Удачи вам. Всего доброго. На этом первый час разворота завершён. Сейчас новости, тематические программы, уже другая тема после 12. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова